Систематический признак Простание, усложнение их организации Мы с вами остановились на моллюсках И именно с них и начинаем Перед нами находится Выдающийся генетический и биологический объект Который называется аплизия И многие даже психологи работают именно на этом объекте Именно потому, что у него очень крупные нейроны Они настолько велики, что их видно невооруженным взглядом Что с ними можно манипулировать электрофизиологически То есть можно применять макрометоды Те, которые разработаны, скажем, для млекопитающих Для человека и так далее При этом мы с вами видим, что формы поведения у моллюсков Пожалуйста, потише щелкайте Вы видите, что аудитории, несмотря на то, что Как будто бы идентичны Тем не менее, они отличаются В том числе отличаются и слегка отличаются По акустическим качествам И если в аудитории М2 Когда я говорю с той же самой силой Видно и слышно все То здесь есть некие особенности Я, например, сам чувствую, что голос у меня здесь звучит не так Как в той аудитории Итак, мы с вами видим, что особенности поведения у моллюсков Заключаются в том, что у них практически все формы поведения Кроме таксисов, конечно же, самых простых форм поведения Проявляются в виде фиксированных комплексов действия Комплексов фиксированного действия Или фиксированных комплексов действия ФКД При этом мы с вами видим, что После копуляции, во время размножения Во время репродукции Выделяются определенные пептиды Как завершающая стадия В ответ на завершение копуляции Эти пептиды Как мы с вами знаем Просто так не выделяются Они обязательно выполняют определенную функцию Идет возбуждение Нейросекреторных клеток Которые, в свою очередь, выделяют нейрогормоны Нейропептиды Активирующие нейронные сети Активирующие, в свою очередь, нейронные сети Которые начинают работать И начинается откладка яиц При этом мы с вами видим, что Мы с вами видим, что происходит Небольшое изменение поведения Связанное с торможением лакомоции Усилением дыхательных движений Специфические движения головой Совершает моллюск Потому что от этого зависит то, как будет Прикрепляться кладка К субстрату И так далее То есть мы видим, что здесь есть и моторные Двигательные моменты И какие-то другие Которые запускают вот такие формы поведения А все это осуществляется в ответ На выделение вот этих самых пептидов Которые происходят Именно в момент совершения акта копуляции При этом мы с вами помним Что, как правило, моллюски Ну, многие, во всяком случае, моллюски Гермафродиты И это может быть даже взаимно обоюдный акт И так далее Но нам это не важно Сейчас мы видим, что этот акт Всегда приводит к такому действию В результате мы с вами видим Что запускается ФКД от кладки яиц И, что самое интересное Что весь этот ФКД Запускается в ответ на работу Всего одного гена Один ген Можете себе представить Насколько сложное вот это поведение А включается оно В результате работы всего одного гена Затем мы с вами переходим к другим объектам Теперь это уже членистоногие И более конкретно это насекомые Мы помним, что насекомых очень много И это такой тип, который Ну, такая систематическая группа Которая насчитывает огромное число видов Мы понимаем, что генетические исследования Конечно, должны проводиться На тех объектах, которые человек использует давно И биологию которых Он изучил тоже Относительно хорошо Но чем больше, тем лучше И, конечно, тогда перед нами Оказывается медоносная пчела Пчела медоносная Апись мелифера Вот так она выглядит И все мы прекрасно знаем Что одной из сложнейших форм поведения Является ориентация Ориентация пчел И передача информации О направлении О месте расположения источника питания Цветущих растений Богатых нектаром и пыльцой Мы понимаем, что такая передача информации Осуществляется в результате Специфических движений Которые носят название танца пчел И этот танец пчел Всегда привлекает внимание сборщиц Вот они наблюдают Как происходит это событие На сотах внутри улья Когда танцуют пчела Нашедшие такие запасы Мы видим, что ориентация идет Относительно солнца И в зависимости от того Под каким углом находится в данный момент светило Будет меняться и ориентация направления танца Для нас важно Даже не столько это поведение Сколько такая вещь, как ритм танца Потому что ритм танца Он задает как раз и не столько направление Несколько расстояние На которое пчела должна удаляться И так далее И мы с вами понимаем Единственный ген Вот так он называется Chartres red По названию цвета вина Красного вина Этот ген обеспечивает Синтез зрительных пигментов И мы видим, что они действительно Гидроксикиноуренин Это зрительный пигмент Который откладывается в фасетках глаз Благодаря ему Пчела видит То есть осуществляет Такую функцию, как зрение Но одновременно с этой функцией Этот ген выполняет плеотропно другую А именно Он модулирует уровень возбудимости нервной системы Контролирует ритм Который осуществляет В свою очередь Контроль ритма танца И в результате Мы понимаем, что опять Отдельный ген Влияет на то, каким образом Информация передается Иначе говоря Все мысли, которые мы с вами Мы с вами Проводим Они на самом деле Не столь оригинальные Не столь сложны Я вам в очередной раз демонстрирую Что за отдельные формы В данном случае поведения За отдельные признаки Отвечают единичные гены Отвечают в первую очередь Конечно, большое их содружество Это комплексы генов Но в этих комплексах Всегда можно найти Основной или главный Или мажорный ген Который выполняет Главную, основную И в первую очередь Регулирующую функцию Если же мы с вами посмотрим На более простые формы поведения Оставаясь в группе насекомых То мы, конечно, обратимся Теперь уже к другому объекту С которым мы хорошо знакомы Это модельный генетический объект Это дрозофиломеланогастр Про которую мы с вами уже многократно Вели речь И про которую много чего знаем Но при этом мы должны понимать Что помимо морфологических, биохимических Молекулярно-генетических исследований Этот объект очень много дал Еще и в плане развития генетики Генетики поведения Мы с вами видим Что у даже сильно хорошо Дифференцированных животных Многоклеточных животных Находящихся на достаточно высокой ступени Эволюционной лестнице Имеются простейшие Поведенческие реакции Простейшие поведенческие реакции Такие как таксисы Это первичные ответы Которые характерны И для животных Низкого уровня организации Есть они и у растений Но там они называются тропизмами Как мы с вами помним О растениях мы с вами говорим Вообще очень мало Потому что человек Который является основным вашим объектом И будет являться в будущем Все-таки относится к царству животных Поэтому мы в большей степени Говорим именно о них Вы видите прибор Который позволяет анализировать Вот этот самый геотаксис Вот здесь находится стартовая камера В которую помещаются насекомые Немножко чисто технических вещей Я вам расскажу Чтобы вы представляли Как это осуществляется А затем Имеется система Дихотомически ветвящихся трубок Ходов Вот здесь Дальше 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 Которые позволяют Таким образом Дифференцировать Разделять Особей Которые движутся Вверх Или движутся вниз Соответственно проявляя Положительный Или отрицательный Геотаксис То есть как бы Притяжение к земле И мы с вами видим Что в конце концов Все эти особи Могут распределиться По системе камер Все это делается Спонтанно Делается без Участия человека Человек просто Помещает сюда Мух Единственное Зачем надо следить Чтобы их нервная система Она у них тоже есть И сложно устроена Не была никоим образом Нарушена Я имею ввиду Работа Этой нервной системы Поэтому Такие Способы работы С дрозофила Как наркотизация Очень часто применяется Которая приводит В свою очередь К обезвиживанию Здесь неприменимы Здесь нужно Интактных мух На нервную систему Которых Не оказывалось Никакого воздействия Помещать Вот сюда В стартовую камеру В стартовый стаканчик В результате Этих манипуляций Мы с вами можем Получить Всякого рода Распределение Те или иные Мы можем получить Вот такие кривые Которые отражают Содержание То есть Распределение мух По вот этим камерам Здесь могут быть Самые разные единицы Это нам не важно Важно, что Все это отражает Вот эта шкала Отражает Естественно Вот эту А здесь идет Численность особей Которые там располагаются И таким образом Мы видим Что есть такие линии А мы помним Что линии Это Совокупности Генетически Одинаковых Идентичных Особей У которых Одинаковые Генотипы Все линии Распределяются На две большие группы Мы с вами Видим Вот такие Те У которых Есть Положительный Геотаксис И мы видим Что тогда Совпадают линии И самцов И самок И точно так же Они совпадают У линий Имеющих Отрицательный Геотаксис Вот эта норма Дрозофила Как бы То есть Вот эта норма Дрозофила Всегда старается Удалиться От земли И если мы будем Переворачивать Просто стаканчик Или пробирку В которой мухи находятся То они всегда Будут ползти вверх Если Это Дикие линии Если Это линии Содержащие Особи С ненарушенным Генотипом Но Всегда Находится Некий процент Таких Которые Проявляют Совершенно Другое Качество При этом Конечно же В середине Будет находиться Вот такая Гребенка Которая Показывает Что часть Особи Как будто бы Не знает Куда ей Двигаться Один раз Они попадают В верхние Стаканчики Другой раз Они выбирают Нижние Камеры И так далее Это Вот такая Неустроенность Вот такое Неопределенное Поведение Связано с тем Что в любой Популяции Даже в дикой Линии Есть Полиморфизм То есть Есть разные Степени Проявления Одного и того же Признака В данном случае Геотаксиса Но Отбирая особей Которые располагаются Вот здесь И скрещивая их Между собой А также Тех Которые находятся Здесь И опять Скрещивая их Между собой Мы можем Создать Такие линии Особи Из которых Будут всегда Проявлять Одно и то же Поведение Это Селекционные Или отборные Эксперименты Которые Показывают Что же может Происходить И в естественных Условиях И в природных Условиях Тоже И вот Эта линия Нехарактерная Для дикого типа Действительно Показывает Что даже Геотаксис Простейшая Реакция Которая Казалось бы Должна проявляться Всегда И у всех Одинаково Подвергается Отбору А это значит Что он контролируется Генетически Это означает Что есть ген Или гены Которые Конкретно Руководят Этим Поведением На более сложных Экспериментальных Подходах Я не останавливаюсь Просто за Неимением Времени Но Теперь мы с вами Должны продемонстрировать Как же Собственно Эти гены Могут Выполнять Свою работу Каким Образом Они могут Влиять На те Или иные Формы Поведения Тут Поскольку Мы уже В конце Курса Находимся Мы многое Знаем В плане Генетики В плане Того Как устроены Гены В плане Того Как они Взаимодействуют Между собой Но Мы теперь Должны Посмотреть Как же Это все Проявляется На уровне Такого Признака Как поведение У пчел Которых Мы сегодня Уже Упоминали Есть Паразит Это паразитическая бактерия Которая поражает Личинок Взрослых Особенно В первую очередь Личинок Называется Она Гнилец Потому что Фенотипически Это выглядит Как Загнивание Изгнивание Собственно Тех особей Которые находятся В ячейках Мы видим В сотах Вот они Сначала идет Заражение Заболевание А потом Остается Вот такая Небольшая Гнилостная Масса Которая Конечно Является Источником Вот этих Бактерий Показанных Под большим Увеличением И источником Инфекции Внутри Улья При этом Мы понимаем Что Пчелы Не мирятся С такой ситуацией Поскольку У них Очень компактный Способ Проживания Их сообщество Единая семья Живет В одном улье Если это В естественных Условиях То это Дупло Расщелина Щель Где-то В дереве Или в камнях И так далее Поэтому Обязательно Необходимо Поддерживать Чистоту В таких Тесных Скученных Помещениях В кавычках И вот Что делают Пчелы Они Рабочие Пчелы Пчелы Няньки Выполняющие Функцию Ухода За Потомством Постоянно Инспектируют И это Потомство Оно Не нуждается Теперь В уходе Поскольку Находится В стадии Запечатывания Здесь Запечатанные Ячейки Здесь Происходит Метаморфоз Но Пчелы Постоянно Инспектируют И Как только Они обнаруживают Такую ячейку В которой Происходит Вот такой Инфекционный Процесс Они ее Вскрывают Для этого Надо вырезать Крышечку Закрывающую Ячейку И Удаляют За пределы Улья Вот это Содержимое То есть Заболевшую Осыпь Или уже Умершую Подвергшуюся Гниению Вот такие Две формы Поведения Так и Называются Вскрывание И удаление В целом Это Гигиеническая Форма Поведения Или гигиеническое Поведение Так вот Оказывается Что человек В силу Тех или иных Селекционных Процессов Может создать Вернее Они так Получаются Они так Получаются Сами В естественных Условиях Линии Которые Имеют Гигиеническое Поведение И линии Которые Этого Гигиенического Поведения Не демонстрируют Куда это Вы направились Это что У меня Тут захождение В аудитории Вот Есть боковой Вход Дверь Закройте С той стороны Можете Не возвращаться Я вас Не пущу В назад Уходите Идите Идите В туалет Или не в туалет В вашем возрасте Уже извините Пожалуйста У вас У вас было Нет Уходите Все Я не буду продолжать лекцию Пока вы будете стоять здесь Уходите И больше не возвращайтесь Нет Значит Те которые имеют Гигиеническое Поведение И те которые Таня Больше никому не пускать Понятно? Те которые Этого поведения Не демонстрируют Мы с вами Видим здесь Скрещивание Которое Перепоставлено Между особями Гигиенических Линей И негигиенических Мы помним Что полоопределение У пчел Таково Что самцы В половых То есть В клетках Полового пути Имеют гаплоидный Набор хромосом Поэтому здесь Показано Что у нас Содержится По одному Аллелю Тогда Потомство Которое Получается В этом случае Выглядит таким Образом Мы с вами Видим Что все самки Проявляют Гигиеническое Поведение Но ведь Это те пчелы Которые появляются У вот этой матки То есть Это ее дочери Мы видим Что все поведение Выглядит Как гигиеническое Негигиеническое Значит Мы с вами Видим Что тогда Здесь задействована Генетическая база И для того Чтобы установить Что же собственно В плане генов Здесь творится Мы должны Вот этих особей Скрестить С их братьями Братья Наследуют Соответственно Гены От матери И мы видим Что в клетках Полового пути Это гаплоидное состояние Затем Анализируя Поведение Пчел Мы видим Что Во втором поколении Наблюдается Расщепление И это расщепление Демонстрирует Нам Знакомую Картину У нас есть Негигиенические Есть те Пчелы Которые Только Удаляют Личинок Если ячейки Вскрыты Если они Закрыты Эти пчелы Не могут Проявлять Такого поведения Есть такие пчелы Которые только Вскрывают Ячейки То есть только Открывают Их Но при этом Не удаляют Содержимое И наконец Есть те Которые Делают И то И другое Значит Вот этот Фиксированный Комплекс Действий Контролируется В данном случае Взаимодействием Двух генов Потому что Расщепления Которые Здесь Получаются Такие же Точно Как те Которые Мы с вами Видели Когда изучали Комплементарное Взаимодействие То есть 9-3-3-1 Вот этих 9 Этих Единиц 3-16 И 3-16 Демонстрируют Нам Что действительно Это два Гена И действительно Проявляются Эти признаки Даже по Отдельности И мы понимаем Что фиксированный Комплекс Действия Гигиенического Поведения Является Отражением Вот такого Генотипа Экспрессии Вот такого Генотипа Когда Наблюдается Гомозиготность По рецессивным Аллелям Двух генов Это то Что касается Собственно Поведенческих Характеристик Пчел И контроля Этого поведения И обращаю Ваше внимание Что очень часто Бывают ошибки Связанные с тем Что считают Что за фиксированный Комплекс действия Отвечает всегда Только Один ген Нет Не обязательно Этих генов Может быть и два Как я вам показываю На этом примере Их может быть И больше Главное Что они должны Взаимодействовать Каждый из них По отдельности К выполнению Функции Или К ее полному Нарушению Не приводит Вот что такое Фиксированный Комплекс действий И Поскольку Мы говорили с вами О роли ритмов Мы должны Понимать Что эти Ритмические вещи Циклические вещи Очень важны Во всех биологических системах Мы все знаем Что существуют Биологические часы Мы все знаем Что существует Джетлаг Так называемый То есть Когда человек Перелетает Из одного Часового пояса В другой Наблюдается Нарушения Физиологические Даже Не говоря уже О психолого Нейрологических Всяких Изменениях И оказывается Что за такие Ритмические процессы Отвечают Целый ряд генов То есть Это не какие-то Придумки Это не какие-то Элементарные вещи А это действительно Контролируемые Генами Процессы Перед нами Есть Описание Нескольких Таких генов То есть Перечисление Нескольких Таких генов Которые Осуществляют Контролируют И суточные Колебания Активности Соответственно Если происходит Мутация В этом гене То суточный Ритм Нарушается И тогда Трозофила Как мы видим Как будто бы Не знает Какое сейчас Время Суток И не совершает Действий Характерных Для того или иного Времени Суток Потому что Вся активность Этих насекомых Осуществляется В дневное время Это дневные животные Основные Процессы Размножения В ранние Утренние Часы Происходят И к вечеру Вся активность Постепенно Затухает В результате У нас получается Как будто бы Ночная Деятельность В виде Сна Даже У насекомых Если Любой Из этих Генов Находится В мутантном Состоянии То соответственно Меняются И разные Формы Поведения На этой картинке Мы с вами Видим Просто Не разбирая Ее конкретно Каким образом Взаимодействуют Таймлес Ген Таймлес Вот здесь Он показан И ген Периодик Вот он Мы видим Что это Взаимодействие Осуществляется Через их продукты Мы видим Матричные РНК Белки Которые Синтезируются В клетках Этого Насекомого Затем Мы видим Что они Проникают В ядро И уже Здесь Происходит Соответственно Активация Или Дезактивация Тех генов Которые Мы видим Вот здесь Таким образом Действительно Происходит Взаимодействие Этих генов На молекулярном Уровне На биохимическом Уровне Которые Показывают Каким образом Формируются Такие Сложные Признаки Как поведение В том числе Такие Как биологические Часы Суточные Ритмы А эти Ритмы Бывают Не только Суточными Вы знаете Это могут Быть и Более Крупные Промежутки Времени И так далее Говоря о Фиксированном Комплексе Действия Мы конечно же Должны Рассмотреть Такие Примеры Которые Являются Более Сложными По сравнению С тем Что мы Видели Даже У насекомых Перед нами Та же Самая Дрозофила Перед нами То что Называется Ритуалом Ухаживания Не надо думать Что процесс Размножения Прост Вовсе нет Этот процесс Осуществляется Этот процесс Осуществляется В несколько Стадий Каждый Из которых Необходимо Для того Чтобы Репродукция Осуществлялась Успешно И даже У таких Казалось бы Несложно Устроенных Насекомых Как Дрозофила В плане Поведения В первую очередь Потому что Таких ярко Выраженных Скажем Миграционных Вещей Как у бабочек Монархов У тех же Насекомых Наблюдается Когда многокилометровые Большие расстояния Покрывают Эти бабочки Осуществляя Миграции На места Зимовок А затем Обратно В места Размножения Практически Так же Как это Делают Птицы Вот таких Форм поведения У Дрозофилы Нет Она вообще Удаляется От места Своего рождения На очень Небольшое Расстояние Это буквально Несколько Десятков метров Вот и вся Дистанция Которая Она может За свою жизнь Пролететь И удалиться От места Рождения Тем не менее Процесс Размножения Включает в себя Вот такой Достаточно Сложный Комплекс Первое Все С чего Начинается Это Стадия Ориентации Ориентация Значит Самец Альфа-акторным Способом Определяет Особь Какого пола Перед ним Находится Самка Это Или самец Если это Самец Все остальные Действия Бессмысленны Он прекращает Интересоваться Особью Находящейся Рядом Если это Самка То тогда Процесс Продолжается При этом Самка Должна Находиться В стадии Рецептивности Все Это Определяется Обонятельным Альфа-акторным Способом Потому что Состав Секретов Которые Выделяют Особи Меняется В зависимости От физиологического Состояния Это Вы должны Хорошо Уже Знать Если Все В порядке То Самец Начинает Занимать Определенную Позицию По отношению К самке Она Вот такая И Осуществляется Дальнейшее Взаимодействие Дальнейшее Взаимодействие Заключается В том Что Самец Дает Как бы Понять Самке Что У него Есть Определенные Намерения И Для этого Он Ее Поглаживает Постукивает Похлопывает То есть Осуществляется Осязательный Контакт Если Самка Не против То Тогда Начинается Следующая Стадия Стадия Пения При этом Самец Как многие Насекомые Издает Звуки Конечно же При помощи Крыльев Ни других Органов Нет И Вот Эта Мелкая Вибрация Вот Такие Разные Позиции Вибрирующих Крыльев Дают Определенную Частоту Ритм И так Далее Звуков Которые Воспринимаются Как Песня Затем Мы Понимаем Что Наступает Следующая Стадия Если Самка Проявляет Интерес Если Песня Самца Ее Удовлетворила Наступает Следующая Стадия Это Стадия Ликинга Затем Включается Стадия Попыток Копуляции И Наконец Как Завершается Весь Процесс Двадцатиминутной Копуляции Значит Этот Процесс Длится Недолго Если Все Идет Нормально Если Все Осуществляется Так Как Как говорится По обоюдному Согласию То мы С вами Видим Буквально Несколько Секунд И Вот Эти Стадии Переходят Одна В другую И Исследователь Который Ставит Такие Скрещивания Буквально Через Несколько Минут Может Обнаружить Что Мухи Посаженные Вместе Уже Находятся На Заключительной Стадии Если Все Происходит Нормально Но Мы Понимаем Что Все Эти Стадии Это Гены Это Результат Работы Генов Потому Что Любое Действие Любое Побуждение К действию Это Результат Работы Генов На Уровнях Биохимическом Физиологическом И так Далее И вот Здесь Показаны Те Гены Которые Участвуют В контроле Этих Двух Стадий Соответственно Мы Понимаем Что Если Будет Нарушен Ген То есть Нормальный Аллель Перейдет В мутантное Состояние И Мы Будем Использовать В своих Исследованиях Мутантов То Такой Формы Поведения Конечно Мы С вами Не Увидим Нарушится Вот Это Допустим Стадия И В результате Скажем Мутации Вот В этом Гене Следующее Просто Не Наступит В результате Весь Фиксированный Комплекс Действий Разрушается И В таком Случае Никаких Копуляций А следовательно Появление Потомства Мы С вами Не Увидим Есть Такие Гены Которые Приводят К тому Что Вот Здесь Показана Часть Этих Генов Один Из них Контролирует Те стадии Которые Я вам Уже Описал То есть Начальные Стадии Идентификации И стадию Ориентации Мы Видим Что Если Происходит Мутация В гене Фрутлес Например Вот В этом Гене То Тогда Происходит Инвертированная Инвертированная Идентификация И мы Видим Что Это Биологи Бы Это Увидели Сразу Психологам Я говорю Что Это Все Самцы Каждый Самец Интересуется Только Самцом Нет Удаляйтесь Все А Самки Их Не Интересует В результате Устраиваются Вот такие Цепочки И Разворачивается Дальнейшая Стадия Комплекса Действий Но Поскольку У самцов Нет Ответных Реакций Нет Никаких Инструментов Которые Могли Эти Реакции Осуществлять То Все На этом И Заканчивается Очень Часто Это Рассматривают Как форму Гомосексуального Поведения Однако Мы прекрасно Понимаем Что Никакого Гомосексуального Поведения Здесь нет Это Просто Нарушение В гене Которые Позволяем Идентифицировать Пол Организма Пол Организма При этом Если Происходят Скажем Мутации В генах Которые Вот здесь Написаны Диссонанс Какофония Это прекрасно Дает нам Понять Что Это Какие-то Звуковые Акустические Характеристики Нарушают В случае Мутации Этих Генов И действительно Если мы с вами Сделаем Сонограмму То есть Проанализируем Физические Характеристики Песни Дрозофилы Биологи Это делают Умеют Это хорошо Осуществлять Есть специальные Приборы Которые созданы Конечно В созружестве С физиками И так далее У дикого типа Когда все происходит Нормально Мы видим Вот такую Песню А если Происходят Мутации В одном Гене Или во втором Мы видим Что эта Песня Меняется Она Выглядит Или как Устрашающая Наоборот И самки Пугаются Или Это песни На чужом языке Скажем так Когда Представительницы Женского пола Не понимают Что хотят От них Эти самцы Потому что Песни выглядят Совершенно По-другому И Конечно Фиксированный Комплекс действий На этом Обрывается Он прекращается И никаких Не наступает Дальнейших Действий То же самое Теперь Как бы Забегая Немножко Вперед Мы должны С вами Сказать Существует И у Других Животных Это есть И у Млекопитающих Это есть И у Человека И вот Представьте себе Это знаменитый Кит Про которого Все знают Все во всяком случае Интересующиеся Природными Явлениями Животными И так далее Люди Таких людей Очень много Его Его так И назвали 52 Герца Так его Зовут Почему этот Голубой Кит Получил Такое Название А потому Что Киты В брачный Период Или Перед наступлением Брачного Периода Тоже Поют И эти Песни Раздаются Распространяются На огромное Расстояние Дело в том Что для китов Нет никаких Преград Весь Мировой Океан Все Мировые Океаны Это Единое Пространство И они Путешествуют По всему Земному Шару Находясь В разные Сезоны Года В разных Частях Мирового Океана При этом Находят Они друг Друг Ну Во-первых Географически В определенное Время Они Приплывают Определенные Места И если Все-таки Они не оказываются В одной Точке Они Осуществляют Коммуникацию При помощи Акустических Сигналов То есть Сигналов Звуковых Распространяющихся На огромные Расстояния И таких Которые На слух Человека Воспринимаются Как песни Это Длительные Сигналы И так далее Но при этом Голубые Киты общаются Вот на такой Частоте Вот на такой 15-25 герц А этот Кит Поет На гораздо Более Высокой Частоте И в результате Те Которые Поют Вот так Нормально Его Его не Слышат Они Его не Слышат И считают Его немым Если вдруг Случайно С ним Встречается Поэтому Это Кит Озиночка И никто С ним Не общается Никто С ним Не вступает В брачные Отношения Вот таким Образом Получилось То Что мы С вами Видели На примере Дрозофилы То есть Вот Одно Может быть Поражение Одного Единственного Гена И приводит К тому Что диапазон Смещается Это как Частоты Радиоволн Когда вы Находитесь На одной Других Вы не Слышите И когда Вы меняете Эти диапазоны Вы как бы Переходите С одного Уровня На другой И так далее Значит Здесь такая же Ситуация И эту ситуацию Мы с вами Разобрали На примере Дрозофилы Теперь Посмотрим Возвращаясь К насекомым Все-таки На то Как же Мы с вами Можем оценить С генетической точки зрения Оценить Вклад Насекомых То есть Генов В поведение Насекомых Вот так Выглядит Личинка Дрозофилы Все тот же Самый Модельный Объект На котором Можно Плодотворно И очень Хорошо Работать При этом Мы видим Что есть Такие Линии Личинки Которых Практически Не Удаляются С того места Где они Вылупились Из яйца Это Так называемые Формы Домоседы Линии Домоседы Вот Это Траектория Движения А есть Бродяги Есть те Которые Путешествуют И Вне Зависимости От того Насколько Богаты Кормовые Пищевые Ресурсы Они Все равно Уходят У них Как будто Есть Такой Какой-то Как говорится Шило В одном Месте И им Обязательно Надо Куда-то Бежать Куда-то Ползти Бежать Литая личинка Не может Но она Может ползти И она Ползет Посмотрите Достаточно Бессистемно Но далеко Сам процесс Вот Что проявляет Такую форму Поведения Они Отличаются Генетически Мы с вами Видим Что в Линии Которая Относится К линиям Домоседом Мы видим Что большая Часть Личинок Именно Ведут Вот такой Сидячий Образ Жизни Большая Часть Линии Большая Часть Особей В линиях Бродягах Вот Именно Такую Форму Поведения Проявляется Ну конечно Всегда Находятся Некоторые Экземпляры Которые Ведут Себя Альтернативно Но большая Часть Если мы скрестим Этих И этих Между собой Оказывается Что практически Все потомство Все потомство Проявляет Свойство Вот такой Вот Активности Локомоторной Значит Мы видим Что происходит Как бы Доминирование Вот этого Проявления Признака Над этим А во втором Поколении Если этих Особей Мы вырастим Из них Появятся Взрослые Мухи Эти взрослые Мухи Проявляя Ритуал Ухаживания Там То у них Ничего Не нарушено Дают Потомство Скрещиваясь Между собой В результате Мы имеем Потомство Ф2 И когда Мы анализируем Вот такую Форму Поведения А вы видите Что это Достаточно Просто Делается Это нужно Сделать Глазами Это нужно Сделать При помощи Приборов Чтобы это Было Более Объективно И так Далее Мы видим Что есть Расщепление И вот Это Расщепление Оно На самом Деле Очень Простое Три Четвертых Фиолетовых И одна Четвертая Желтых Или оранжевых Следовательно Один Единственный Ген Ген Беспокойства Ген Авантюризма По-другому Его называют Точно Такой же По своему Проявлению На фенотипическом Уровне Ген Есть И у Человека И у Человека И вы Наверняка Замечали Что есть Такие Люди Которые Не любят Никуда Перемещаться Они Не любят Путешествовать Они Даже Не любят Уходить В отпуск Они Любят Находиться В какой-то Привычной Им Обстановке Если Перемещаются На какие-то Расстояния То делают Это Вынужденно Ну Например Такой Человек Может быть И не хотел Уходить Далеко От своего Дома Но ему Надо При этом Ехать На работу Или На учебу На другой Конец Города Вот в таком Случае Получается Некий Психологический Диссонанс Потому что Побуждения И желания Этого Человека Одни А вынужденные Действия Другие И с этим Диссонансом Человеку Приходится Каким-то Образом Заимодействовать Как-то Его Разрешать А есть Такие Которых Хлебом Не корми Медом Не корми Ничем Не корми Неважно Зачем Неважно Куда Но Обязательно Надо Уехать Умчаться И бывает Даже такая Катастрофическая Ситуация Когда человек Приезжает Ну Прибывает Скажем так Потому что По-разному Эти Передвижения Осуществляются Разными Способами В конечную Точку Своего Путешествия Разворачивается И тут же Уезжает Назад То есть Это Дань Самому Процессу Это Дань Тому Что Диктуют Его собственные Гены Но Даже У людей Как вы видите Такие вещи Проявляются Что уж Тогда Говорить О животных Ну Людям Безусловно Проще Потому что Им необходимо Все-таки Разобраться В себе И контролировать Свое поведение Так или иначе И в первую очередь Конечно Здесь Нагрузка Ложится На психологов Которые Начинают Работать Как вы знаете С самых Ранних Этапов Развития Человека И продолжают Это делать Фактически До конца Жизни Тех Или иных Пациентов При этом Мы с вами Переходим Уже К млекопитающим Про птиц Мы поговорили Немножко В прошлый раз Поэтому мы Их пропустим Хотя Немножко Все-таки Поговорим Переходим Уже К высшим Таксонам Вот млекопитающие Посмотрите Теперь Все Что мы С вами Видим У млекопитающих Или Большая Часть Того Что мы С вами Видим Пусть Может быть В видоизмененных Формах Но Это Будет Встречаться Конечно И у Человека Потому что Человек Еще раз Повторяю Это тоже Млекопитающее Социальная Амнезия Наверняка Встречали Такие Ситуации Когда Знакомый Вам Человек Проходит Каждый День Мимо Вас Как будто Не Замечает Не Здоровается Не Проявляет Никаких Поведенческих Реакций Ни Агрессивных Ни Нейтральных Ни Положит Никаких Вообще Так Как будто Он Вас Не Знает А Затем В течение Дня При Течении Определенных Обстоятельств При Необходимости Вступления В контакт Он Это Делает Так Как будто Вы С ним Уже Сегодня Скажем Контактировали Очень Хорошо Обсудили Много Всяких Вещей Поделились Впечатлениями И так Далее И так Далее Конечно Когда Мы Говорим О поведении Человека Тут Очень Много Зависит От Системы Воспитания Ну то есть От факторов Окружающей Среды Но если Их исключить А такие Эксперименты Безусловно Проводились То оказывается Что в ряде случаев Такие люди Даже не виноваты В таких Формах Поведения Почему А потому Что они Не узнают Людей До тех пор Пока Не будут Проявлены Какие-то Другие Признаки По которым Можно Человека Идентифицировать Это и есть Социальная Амнезия Есть Такие Гены У человека Которые Ну безусловно Есть они И у мышей И у других Млекопитающих Которые В мутантном Состоянии Вызывают Развитие Болезней Проявляющихся Например В том Что человек Не может Узнать Лицо Ему Предъявляет Знакомое Лицо Даже его Родственника Даже его Совсем близкого Родственника Он его Не узнает Он его Не узнает Ни на фотографии Не вживую Да Он видит Хорошо Зрение У него Нормальное Это Дефекты Генов Которые Контролируют Нервные Процессы Дефекты Даже одного Гена Могут К таким Вещам Приводить И вот Посмотрите Что Наблюдается У мышей Что Наблюдается У мышей Здесь У нас Время Которое Необходимо Для того Чтобы Мышь Как бы Узнала Другую Мышь Чем Более Знаком Экземпляр Который Предъявляется Ну допустим Вот белая Мышь Саживается Ее Саживаются Черной Мышью И черная Мышь Это та За которой Мы наблюдаем Как она Себя Ведет Вот Чем Более Знакомо Животное Тем Меньше Время Которое Необходимо Для Узнавания Ну понятно У млекопитающих Первый Фактор Который Позволяет Осуществлять Такую Идентификацию Это Обоняние Это Хемокоммуникация Вам Ну половине Из вас Конечно Об этом Много Рассказывали Поэтому Достаточно Просто Понюхать А все Млекопитающие Это делают Вы это видели На собаках Например И даже кошка Несмотря на то Что считается Что у нее Обоняние Не очень хорошо Развито Все равно Нюхает И знакомый Запах Улавливается Сразу Так Этот запах Мне знаком Этот запах Соответствует Моей знакомой Номер один Допустим Все Короткий Период Времени Незнакомая Особь Вызывает Большее Время Большее Время Для знакомства Для того Чтобы запомнить Запах Для того Чтобы Нервные клетки Нервная система Сопоставили Его Со всеми Другими Известными Ему Запахами И так далее И так далее И так далее И вот мы с вами Видим Что чем Короче Время Тем Значит Более Знакомая Особь Но Есть такие Линии У которых Есть мутации В определенных Генах Которые Посмотрите Этот ген Вот он здесь Написан Это конкретный Ген У которых Это время Не зависит От того Знакомо Это особь Несущая Такие мутации С тем Кого ей Показывают Кого предъявляют Или Незнакомо Это означает Что она Ее Не узнает И это То самое Что мы с вами Видели На примере Социальной Амнезии У человека Когда мы Говорим О поведении Мы должны Понимать Что на поведение Оказывают Влияние Не только Те гены Которые Конкретно Формируют Механизмы Физиологические Поведенческие И так далее Но и другие Гены Роль которых Заключается В регуляции Работы Тех Которые Были Уже Перечислены А также В регуляции Других Процессов Которые Не имеют Казалось бы Прямого Отношения К поведению И вот Тут Мы Конечно Должны С вами Поговорить О гормонах Что такое Гормоны Вы уже Знаете Какую Генетическую Функцию Они выполняют Вы тоже Знаете И Продолжая Эту Тему Которую Мы рассматривали Несколько Раньше Мы Возвращаемся К нашим Пчелам И мы Видим Что Мы с вами Видим Что За 25-30 Дней Это Столько Сколько Живет Рабочая Пчела Она Сменяет Несколько В кавычках Профессий Несколько Форм Активности Которые Выполняет В своей Семье Когда Она Появляется На свет Первое Время Первые Несколько Дней Вот смотрите Примерно Пять Дней Ну конечно Есть Здесь Статистический Хвост Безусловно Но Основная Масса Это Санитарная Функция Это пчелы Которые Выполняют Гигиенические Функции О которых Мы с вами Говорили Ну и Многие Другие Умерших Пчел Трупы Удаляет Мусор Там И так Далее Все Все Ненужное Что Находится И Может Находиться В улье Затем Эти пчелы Начинают Выступать В роли Нянек В виде Кормилец Личинок Только Личинок Они Кормят Только Личинок Затем Через Несколько Дней Их активность Смещается И им Доверяется Кормить Уже Взрослых Пчел Потому что Взрослая Пчела Даже если Это сборщица Она Все Что Добывает На стороне Приносит В улей И сдает Ну то есть Откладывает В ячейки В которых Будет Это все Ферментироваться И другие Особи Другие Пчелы Другой Специализации Будут Заниматься Этим Взятком А вот Для того Чтобы Получить Питание Они Обращаются Вот К этим Пчелам У них Осуществляется Контакт И они Их Кормят Затем Мы с вами Видим Что Они Начинают Уже Переходят От этой Функции К функции Упаковщиц И переработчиц Возвращайтесь Девушка Встаньте Я кому говорю Вам говорю Встаньте И уходите Вон туда В дверь Уходите Уходите К концу курса Не научились Не научились Вести себя В аудитории Ну что Я могу Сделать Ничего Затем Мы видим Что только На заключительной Стадии Своего Жизненного Пути Пчелам Доверяется Вылетать Выходить За пределы Улья И Теперь Они Уже Пчелы Сборщицы Это Одна И та же Пчела Одна И та же Осыпь Но она Сменяет В своей жизни Несколько Специализаций Несколько Профессий Мы видим Что сначала Это все Внутри Помещения Внутри Улья Внутри Семьи И лишь Только Когда Она уже Совсем Взрослая Если Переносить Антропоморфизмы На пчел То мы Видим Ей доверяется Уже Работа За пределами Улья А каким Образом Это Регулируется Каким Образом Пчела Знает Когда Что ей Ведь там же нет Менеджеров Которые управляли бы Этими Персональными Характеристиками И вообще Нет менеджера По персоналу Оказывается Что Все регулируется Значительно Проще Просто Ген Который Контролирует Синтез Ювенильного Гормона Работает С разной Интенсивностью И количество Вот этого Гормона Приводит К тому Что Включаются Другие Гены По тем Механизмам Которые Мы рассматривали Раньше Приводящие К активности Вот такой Гены Которые Осуществляют Заставляют Пчелу Осуществлять Вот эту Функцию И так далее Один Единственный Гормон Но он Есть всегда Другое Дело Что количество Его Вот тот Фактор Который Такие Вещи Регулирует Перед нами Мозг Пчелы В кавычках Мозг Потому что В чистом виде Такого головного мозга Как скажем У млекопитающих У насекомых Нет Как у позвоночных Но это тем не менее Скопление Ганглиев И мы с вами Видим Вот эти Грибовидные тела Показанные Здесь Фиолетовым цветом Сиреневым цветом Они Выполняют Как бы Функции Головного мозга И Оказывается Что гормон Как раз Включает Гены Или Выключает Гены Те Которые Находятся Именно В этих Грибовидных Телах То есть Как будто бы В аналоге Головного мозга При этом Если мы Говорим О поведении Теперь уже Применительно К млекопитающим К высшим Таксонам Мы с вами Видим Что Разные Формы Поведения Наблюдается У представителей Даже Одного Помета Если мы С вами Говорим О животных И Скажем У родителей Если У них Есть Близнецы У людей Значит Мы понимаем Эту картинку Мы с вами Уже видели В чем Здесь Дело Просто Я показываю Ее еще раз Для того Чтобы продемонстрировать Что Половые Гормоны Как будто Бы Не Влияющие И Не должны Они Как будто Были Влиять Исходно На Те гены Которые Контролируют Другие Формы Поведения Скажем Не Половое Поведение А оказывается Что У части Плекопитающих Матка Двурогая Это крыса Например Поэтому Мы с вами Видим Два Рога Матки И В каждом Из этих Рогов Может Находиться Определенное Количество Эмбрионов Определенное Количество Эмбрионов И Тогда Мы с вами Понимаем Что Эти Эмбрионы Располагаясь Вот так Вот в ряд Могут Иметь Разный Пол Вот Например Одна Ситуация Самка Будущая Самка Это Мужской Эмбрион Это Одна Ситуация И Вот Ровно Противоположное По соседству С двумя В окружении Двух Скажем так Мужских Эмбрионов Развивается Эмбрион Женский Конечно Мы с вами Помним Что Мужские Половые Гормоны В первую очередь Тестостерон И его Производные В дальнейшем Начинают Вырабатываться В онтогенезе Раньше Чем Женские Половые Гормоны На этом Все устроено И Когда мы Рассматривали Скажем Детроминацию Пола Я делаю На этом Акцент Если Вы Слушали Меня Внимательно То Помните Онтогенетически Он Начинает Вырабатываться Раньше А следовательно Он Включает Те гены Которые Ответственны За мужской Путь Развития Но Поскольку Этот гормон Находится Все-таки Все единое Внутренняя Среда Единая Мы можем Так сказать То Он оказывает Влияние И Наш Женский Организм Тоже Пол Детерминирован Мы знаем Что у млекопитающих Изменить его Уже невозможно Его можно Только модифицировать При этом Если Скажем Обычная Ситуация Когда у каждого Эмбриона Есть своя Собственная Плацента То Тогда Влияние Гормонов Тестостерона В первую очередь Оно Опосредованное Оно не такое Сильное Как допустим В тех вариантах Которые я вам Показывал Когда плацента Единая У моноплацентарных Близнецов И тем не менее Мы видим Что происходит Вот такой Процесс Изменения Форм Поведения В сторону Маскулинизации Это Вот этот вариант И в сторону Феминизации Вот этот вариант И Вы должны понимать Что точно Такие же процессы Есть и у человека И мы прекрасно Помним Что на 16 Неделе Или сразу После нее Но 16 Неделя Важная Формируется Уже Брейн Имплинтинг То есть В дальнейшие Стереотипы В формах Скажем Полового поведения Сексуального поведения У человека И если в этот период Будут те или иные воздействия Половых гормонов Нехарактерные Для моноплодных организмов То вы понимаете К чему это Может привести К тем перверсиям К тем девиациям Которые В определенном Проценте Случаев Постоянно На протяжении Уже многих Тысячелетий Встречается В человеческом Обществе Если это Не спорадический Процесс А вот такой Постоянный Константный Конститутивный Как угодно Его можно называть Значит Он имеет Определенную Базу Определенный Базис Определенный Фундамент И этот Фундамент Я вам сейчас Как раз И объясняю Те 4-5 Или скажем 10-15 По разным Оценкам Оценкам Процентов Гомосексуальности Которые мы имеем В человеческих Популяциях Объясняются В том числе И вот таким Внутриутробным Воздействием Половых Гормонов При этом Эти гормоны Могут быть Вот такого Происхождения Как мы только что Сказали Они могут быть И другого Происхождения Это могут быть Гормоны Которые вырабатывает Женский организм Материнский Организм Потому что Баланс Гормонов Женских И мужских Мы помним Что и те и другие Есть у представителей Обоих полов Это вещь Индивидуальная Плюс в разные Периоды Гестации Допустим Или в разные Периоды жизни Баланс Этих гормонов Меняется Если человек Принимает Какие-то Препараты Не дай бог Это какие-нибудь Допинговые Препараты И так далее Встречаются Всякие Разные Ситуации Мы должны Понимать Что у допинга Есть много Всяких Форм Одна из них Фармакологическая Но только Одна из них И как правило В качестве таких Элементов Допинга Выступают Препараты Основанные На базе Тестостерона И следовательно Все вытекающие Последствия Из этого Процесса Даже если На момент Гестации На момент Беременности Прекращен Прием Этих Препаратов Последствия Все равно Остаются И эти Последствия Связаны Конечно же С работой Нервной системы Головного мозга В первую очередь Ну и других Желез внутренней секреции И с включением Тех или иных Генов Которые Выключить Уже в дальнейшем Ряде случаев Не удается Переходим К другой форме Поведения Это родительское Поведение Мы видим Что Родительское Поведение Даже у крыс У мышей Может выглядеть Вот так То есть Это норма Это хорошая мать Такой термин Даже есть Или вот такое Это плохая мать Мы видим Что она Она сама по себе Отдыхает в гнезде А все ее дети Разбросаны По клетке И находятся Независимо от нее Она за ними Как будто бы Не ухаживает В те периоды Когда у нее Скапливается Много молока Она их кормит Ну и не более того Больше она с ними Практически Ничего Не делает При этом Мы понимаем Что у этого Поведения Есть Скажем Человеческие Аналоги И Если у человека Скажем Во многом Это связано С воспитанием С теми Стереотипами Которые Человек Видит В процессе Своего Индивидуального Развития С социальными Какими-то нормами С этническими нормами С традициями И так далее То скажем У животных Мы четко Понимаем Что никаких Таких социальных Никаких Таких Таких Как у человека Скажем Традиционных вещей У них Не существует Но у них Есть видовые Характеристики Вот это то Что мы Перечислили Фактически У человека И эти Видовые Характеристики Говорят о том Что все-таки Поведение Должно быть Таким Это норма Оно встречается В большинстве Случаев А вот такие Плохие формы Поведения Плохие матери Встречаются Редко Но это Прерогатива Таких Особей Которые Происходят Из мутантных Линий Из мутантных Линий И мы видим Что гомозиготы По мутантному Аллели Одного из генов Вот он Вот он Получаются В результате Инбридинга То есть В результате Близко Родственной Скрещивания Почему? Да потому что Против них Направлен отбор Потомство Такой матери Будет выживать В меньшей степени Понятное дело Чем То, которое Находится Слева Здесь много Гибели Много Отхода Много Недокормышей Много Особей Которые Не вступят В размножение И следовательно Не оставят После себя Потомство Потому что Они слабые Потому что На первых Этапах Развития Они не получили Того Что нужно было Получить Вот в таком Варианте При этом Мы с вами Должны понять Что нервная Система Это еще один Модулятор Того поведения Которые Мы анализируем И вот этот Самый ген Посмотрите Что он делает Он не впрямую Влияет на это Поведение А он влияет На степень Развития Гипоталямуса А следовательно Этой Мозговой структуры Следовательно И на целый ряд Других функций Которые Осуществляются Этой частью Мозга Но мы О них сейчас Не говорим Хотя вы видите Внешний вид у них Совершенно различный У этих особей Значит у них Отличаются еще И другие признаки А мы говорим Сейчас о поведении Поэтому И анализируем Эти вещи Следующий момент Который мы должны Рассмотреть Это степень Выраженности Признака Степень выраженности Степень работы Генов Которую называют Экспрессивностью И мы с вами Видим Что В прошлый раз Видели примеры Коротко спящих И долго спящих Мышей Мы видим Что если Им ввести Гексабарбитал Ну вы понимаете Что это за препарат Это Транквилизатор Можно так сказать То после Введения Этого препарата Одни мыши Спят 40 минут Другие 43 Ну казалось бы Небольшая разница Но тем не менее Она Есть Это Средняя А в результате Если мы возьмем Крайние значения Мы увидим Что они Разные Что они действительно Разные В полтора раза Дольше Спят Вот эти Линии Ну а В результате Мы с вами Понимаем Что Эксперименты Показывают Что здесь Задействованы Гены Которые Мы в прошлый раз С вами Перечислили И эти гены Просто экспрессируются По-разному Соответственно Вызывая Вот такие Неоднозначные Ответы Ну и последнее На чем Мы с вами Должны сегодня Остановиться Это Влияние Других генов Которые Не Контролируют Поведение Ну например Таких Которые контролируют Посмотрите Окраску Это просто Полосатые мыши Но мы понимаем Что полосатая окраска Она просто так Появиться не может Значит Это дифференциальная Экспрессия Генов Которые Синтезируют Или Участвуют В откладке Контролируют Транспорт Пигментов Из Кожных клеток Которые находятся В луковицах Волосяных То есть Из клеток Которые находятся В волосяных Луковицах Туда Собственно В тело Волоса И вот посмотрите Чем характеризуются Эти особи Помимо того Что они полосатые Они еще Вот такую Характеристику Проявляют То есть Трясущиеся Такие мыши При этом При поднятии За хвост Они Вытягивают Задние лапки А они Разводят их в сторону Так как делают Это мыши В норме Дело в том Что манипуляции С мышами Имеют Поскольку Это очень часто Применяемый Лабораторный Объект И физиологи С ними много Работают И биохимики И биофизики И генетики И целый ряд Других Специалистов В области Биологии Но и зоопсихологи Этологи Зоологи Все люди Которые изучают Поведение Они тоже С ними Манипулируют При этом Хендлинг Имеет Очень большое Значение Мы видим Можно вот так С мышами работать А можно вот так Раньше Общепринято Было поднятие За хвост И если мы С вами Берем Мышь за хвост То конечно Мы видим Что реакции Разные Мышь Как будто бы Парализует И у нее Вытягиваются Задние ноги А в норме Этого не происходит Она разводит Их в стороны И совершает движение Ну понятно Пытаясь избавиться От такого воздействия В настоящее время Принято вот такие Манипуляции То есть более гуманные Либо при помощи Предмета определенного Ну в стаканчик Допустим Мы же Мы каким-то образом Загоняем Показываем ей Что ей будет лучше Если она сама Туда зайдет Или вот таким образом Посмотрите Ну никак не за хвост После этого Конечно Состояние нервной системы У этих животных Находится в лучшем виде Нежели Вот в таком варианте Ну а за Вот такое поведение Посмотрите Отвечает Атефаза То есть Определенный фермент Который расщепляет Однозин-3-фосфат АТФ И который выполняет Совершенно другие Изначальные функции Которые Необходимы Организму Ну а в поведенческом плане Это проявляется Так Или так При этом Мы понимаем Что Скажем Что у человека Есть Такие же поражения Есть гены Которые Выполняют Гомологичную функцию И при этом Эта функция Посмотрите Нарушение ее Приводит к развитию Болезней Причем Это Неврологические заболевания Это те Которые Осложняют Жизнь И людям Страдающим От этих заболеваний И соответственно Тем людям Которые С ними Находятся В непосредственном Контакте Сложные Формы Поведения Они Комплексные Потому и Называются Сложными Потому что Представляют С собой Комплексы Из тех Форм Поведения Которые Мы с вами Рассмотрели Мы Понимаем Что есть Инстинкты Инстинкты Это Соединение Нескольких Фиксированных Комплексов Действий Ну Примерно Так Как мы Видели На Примере Дрозофилы С ее Ритуальным Поведением С ритуалом Ухаживания Или Сексуальным Поведением Или Брачным Ритуалом Как угодно Это можно Назвать Но тем не менее Мы понимаем О чем идет Речь И есть Форма Поведения Которые Обусловлены На сочетании Инстинктивного Фиксированных Комплексов Действия И обучения Научения Вот это все Теперь уже Предмет Рассмотрения Психологии В следующем В следующем семестре У вас будет Психогенетика Где часть Этих вопросов Будет затронута А в основном Это старшие Курсы Обучения Потому что Вот именно Самое Вот то самое Обучение Способность К обучению Когнитивные Функции Они Как раз Построены На сочетании Генетических Вещей Генетической Подоплеки И процессов Которые Осуществляются В процессе Индивидуальной Жизни То есть Индивидуального Опыта Поэтому Сейчас мы О них конечно Говорить не будем А я вам Только скажу Что Произнеся Вот эти слова Я фактически Завершаю Чтение Курса Который Если вы Помните Носит название Общая Генетика Общая Генетика Конечно Не включает В себя Все те Комплексные Моменты Которые Которые Мы с вами Пытались Рассмотреть Но тем не менее Представление О них Значительно Облегчит Вашу жизнь Я имею ввиду Облегчит В каком плане То есть Сделают вас Образованными Людьми Я думаю Что после того Как Внимательно Кто-нибудь Хотя бы Прослушал Курс Генетики В нашем Исполнении По-другому Совершенно Может Теперь уже Видеть Картину Мира Остались Нерассмотренными Те разделы Которые Конечно Не входят В дисциплину Общая Генетика Но без которых Жить В настоящее время Чрезвычайно трудно Образованному Человеку Посмотрите Это геногеография Мы с вами Понимаем Что люди Носители генов Переезжают С места На место Сейчас идет Третье Всемирное Переселение Народов Я вам уже Об этом говорил Глобальное Переселение Народов Теперь у нас Уже Вы видите Мэром Лондона Избран Кто? Кто? Этнический Пакистанец Он Англичанин Мы это должны Понимать Потому что он Родился И вырос В Англии А именно В Лондоне Но по происхождению Этнически Он Принадлежит К пакистанскому Народу К одному Из пакистанских Народов Раньше Такое Было Невозможно Значит Мы видим Результаты Тех процессов Которые Мы так и Называем Геногеография Гены Меняют Свою Географию И к чему Это приводит Вот То Что нас Должно Интересовать Как образованных Людей Которые Живут В современном Мире Это приводит К демографическим Изменениям Это приводит К социальным Изменениям И к целому Комплексу Тех свойств Которые Ну то есть Тех сторон Жизни Которые Нас Окружают Этническая Генетика Этногенетика Соприкасается С тем Что мы сейчас С вами Уже Говорили Но Мы должны Понимать То что Творилось Еще что Происходило Во второй Половине 20 века Теперь уже Немыслимо Теперь Теперь уже Фактически Нет Тех Этносов Которые Живут В изоляции И ведут Свой традиционный Образ жизни Да Конечно Эскимосам Северным Народам И так далее Позволяют Выделяя Специальные Квоты На добычу Даже Краснокнижных Животных Потому что У них Определенный Способ Метаболизма Определенный Уровень Метаболизма И он отличается От того Что есть у людей Живущих в других Странах В других Регионах И так далее Это генетические Вещи У них гены Другие Но вовсе не факт Что очень То есть Что такое Продлится долго Потому что Вы понимаете В результате Вот этого Процесса Безусловно Меняется И это Демографическая Генетика Тоже понятная вещь Как народонаселение Меняется В его динамике Численности Полувозрастном Составе Географическом Составе И так далее Мы с вами Понимаем Что все люди Гетеротрофные Поэтому они Должны питаться Должны получать Питание Извне И в результате Получается Что нельзя Всех людей Кормить Одинаково Они не должны Просто Не обязаны Питаться Одинаково И если мы с вами Пойдем даже По Москве Мы с вами Увидим на одной И той же улице Рестораны То есть места Где кормят Правильно Где продают Пищу В определенном Антураже Конечно Разные Этнические Рестораны С кухнями Разных народов Мира Зачем они Нужны Если скажем Мы с вами Любим Что-то Там Одно А оказывается Люди Разные И людям Это Необходимо Потому что Они отличаются В том числе И по генам Которые Участвуют Которые Обеспечивают Переваривание Усвоение Тех или иных Форм Пищи Тех или иных Видов Пищи Формакогенетика Это такая Область Которая Изучает Которая Изучает Реакцию Организмов И влияние То есть Реакцию Организмов На Формакологические И вообще Любые Другие Препараты Которые Поступают В организм Извне Это Химические Соединения И конечно же Должны были привыкнуть Уже давно Что нельзя Одинаково Лечить Людей Всех Всех Этнических Групп Нельзя Нельзя лечить Одинаково Людей Разного Возраста Детей Людей В репродуктивном Возрасте Стариков Нельзя Одинаково Лечить Мужчин И женщин По всем Тем категориям Которые Уже Были Перечислены И так Далее И так Далее Вот чем Занимается Эта Наука Еще Область Генетики Это Эпигенетика Это Надгенетические Воздействия Дело В том Что У Людей Могут быть Одинаковые Генотипы Ну то есть Не целиком Генотипы Хотя Такое Тоже Бывает Большая Часть Генотипов Может быть Просто Идентичной Как У Монозиготных Близнецов Но только Большая Часть А Есть Такие Люди У которых Скажем Гены Находятся Отдельные Гены Находятся В одном И том Же Состоянии То есть Они Несут Один И тот Же Аллель Допустим В гомозиготном Состоянии А есть А есть Другие Люди У которых Эти гены Которые Укладываются Тоже В понятии Нормы Их функции Укладываются В понятии Нормы Но при этом Представлены Другими Аллелями Но если Мы возьмем Даже Идентичный Состав Оказывается Что Ген Один И тот Же Форма Гена Аллель Одна И та Же А проявляется У этих Людей По-разному И один Допустим Близнец У нас Толстый А другой Тонкий Один Астенического Типа Другой Гиперстеник За счет Чего Если у них Генотипы Одинаковые В первом Приближении За счет Того Что гены Которые У них Одинаковые Не одинаково Работают И вот Эта Область Как раз И носит Название Эпигенетики Каким Образом Мы можем Понять Регуляцию Работы Генов В зависимости От того Что есть Вокруг Нас И другие Гены И факторы Окружающей Среды Ну и Понятное дело Экологическая Генетика Это практически Все то же Самое Только В отношении Соединения Веществ И факторов Которые Поступают Извне Из окружающей Среды Потому что Она У нас Не одинаковая Вот это Я вам Перечисляю Для того Чтобы вы знали Что такие Области Есть И что Есть еще Масса Других Областей В такой Науке Как генетика И если Вы будете Сталкиваться С такими Моментами Чтобы у вас Не было Изумления И на этом Теоретическое Изучение Курса Общей Генетики У нас Закончилось Давайте Поблагодарим Друг друга Благодарю за это Спасибо 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 Субтитры Продолжение следует...